сегодня обзор на вот такие помадки мусс и впервые я не удержалась мне было очень сложно и из 10 я долго выбирала и выбрала всего лишь шесть оттенков да 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 вы посмотрите насколько они интересны и уникальные универсальные и вот этот вот тренд который сейчас пошел помада мусс более легкая текстура воздушная это что-то среднее между помадой и блеском он абсолютно не горчит а он воздушен вы в него можете как влюбиться так и сказать фу это что-то вам не понравится почему потому что к нему нужно приспособиться знаете как капризная роскошная девушка женщина которая которая нужно подобрать свой секрет ключик и если у вас что-то первый раз не получится в принципе на как у меня я сначала не оценила эту помаду потому что я ее сделала наносила не спеша я хотела попробовать сразу все оттенки и нанесла ее потом попробую под тональную основу она мне не подошла и только когда у меня было время когда я каждую отдельно распробовала помаду когда я каждую именно в тушевала в билла так как она и требует она действительно меня пораду но порадовала и это стали мои любимые оттенки и вы сегодня посмотрите я вас очень прошу также посмотреть и оценить какая какой оттенок помады вам понравился больше всего ну или в конце под видео проголосовать итак поехали первый оттенок и самый нюдовый первый оттенок называется карамельный и это идеальный оттенок помады на каждый день он оттенок холодный натуральный именно такой который ты постоянно ищешь и придираешься вроде бы это тот нюд но он немножечко не тот хочется холодноватого я помню у меня было такого примерно оттенка помада наверное лет десять назад и я никак не могла найти аналог вот что-то вроде похоже то но немножечко не то чтобы она осветляла освежала взгляд чтобы при этом кожи зубы выглядели идеальными и я думаю что она будет самой покупаемой самой востребована именно на каждый день либо тогда когда вы делаете ярко макияж делайте акцент на глаза следующий оттенок темно-розовый интересный хороший оттенок мне кажется тоже подойдет практически каждой женщине потому что он такой классический оттенок он немножечко яркий но в то же время спокойный не кричащий также подойдет под любой образ мне кажется под любую гамму также наносила в один слой потому что кисточки на кисточке помады достаточно именно на одно нанесение если вы будете делать второй оттенок то у вас немножечко будет скатываться вот здесь будет перебор помады также как как не надо делать вот так да потому что вот здесь может помада по складочкам собраться она должна закрепиться эта помада то есть она должна впитаться лечь ровно и тогда она у вас будет устойчиво в течение дня то есть чашечка кофе и абсолютно не грозит уже испробовала на себе когда вы только начинаете красить помаду немножко немножко оботрите кончик потому что когда вы будете дальше прокрашивать контур чтобы у вас помада легла ровным слоем помада достаточно капризный для того чтобы оттенок лег идеально нужно прям хорошо несколько раз прокрашивать как бы углубляя вбивая пигмент мусс я бы не сказала что это матовый оттенок она все-таки смотрится как такая вот матово улажняющая матовая но в тоже она она приятная на ощущение и не надо добавлять еще раз не набирайте еще раз помады иначе она смотреться будет не так не идеально лучше поглубже посильнее попробуйте ее вбить оттенок помады ярко-розовый и я бы не сказала что она сильно кричащая специально делать белое платье чтобы вы посмотрели насколько гармонично будет эта помада смотреться летом следующий оттенок помады красный когда я получила я честно говоря подумал какой же это красный потому что он на вид немножечко тоже идет с малиновым оттенком поэтому думаю что все-таки это будет малиновый и даже когда я начинала делать обзор то я думаю что вот это красный а вот это ну не тот оттенок да но когда я начала наносить чудесным образом помада начала проявляться вот именно когда вы наносите оттенок помады превращается в красный и знаете такая дорогая благородная красная роза и также можно можно посмотреть как это будет смотреться под летний образ все-таки до ярковатая помада не кажется впервые впервые я скажу что красный оттенок я могу носить сколько бы не покупала красных помад сколько бы я не покупала красных оттенков знаете нужно всегда найти подобрать свой красный оттенок для того чтобы его носить потому что для меня например красные оттенки должны быть холодноватой и это этот оттенок красный оттенок нужно носить все-таки под контурный карандаш для того чтобы губы вы выглядели идеальными также я вам советую немножко взять либо хайлайтер либо белый карандаш и сделать немножечко обратный контур для того чтобы сделать губы идеальными я сегодня вам решила показать оттенки для того чтобы вы не зацикливаясь на каком-то определенном оттенке помад и просто экспериментировали пробовали пробовали может даже сочетали и этот оттенок помады малиновый и его я уже искала на стойкость мы хотели в ресторан пообедали и он держался достаточно хорошо но все-таки но все для того чтобы помада была безупречная я удалила старую помаду и нанесла новую до минус тем что ее все-таки нужно она не так быстро как берешь помаду раз провел у тебя помада готова нет ее нужно вбить в принципе как и любой мус так же как у меня на глазах тени мус устойчивые двух видов а также когда наносила немножко впечатала высохла потом простушевала посмотрите как на лето да может быть чуть-чуть ярковаты но все равно посмотрите какой интересный образ девушки милые носите яркие помады это тренд это красиво не будьте безликими радуйте себя радуйте окружающих да может быть вначале вам покажется что помада слишком кричаще слишком яркая но будьте красотками а этот оттенок называется бордовый хотя мне по мне так это настоящий красный оттенок который должен быть и всегда опасалась красных оттенков потому что они смотрелись мне кажется как-то вульгарно ну вы знаете тоже достаточно хорош я расстроена расстроена тем что и вот последний оттенок 6 и я очень расстроена расстроена тем что заказала всего лишь 6 оттенков и 10 я понимаю что мне бы пошел наверное персиковый коралловый винный и может быть такой яркий трендовый сливовый а может быть даже я опасалась что он слишком темный но и же можно миксовать поэтому наверное я все-таки закажу себе еще четыре оттенка но и куда столько много помад но я мои но хочется хочется вот так вот меняться сегодня одна помада завтра другая согласитесь его все смотрите все также одно и то же белое платье на лето но блин чертовски здорово здорово вот так вот меняться один и тот же макияж цвет волос посмотрите как здорово какие красивые оттенки и это не просто матовый нет это не матовая помада но она роскошно посмотрите как она красиво преломляется при дневном свете цвет он становится благородный изящный губы сексуальными ну а так вы можете оценить насколько помады действительно соответствует фотографии мне кажется они реально близко приближенно да когда вы действительно смотрите через камеру может быть конечно же при различном преломнении цвета они смотрятся немножечко немножечко отличаются но освещение давайте еще раз рассмотрим дальше у нас идет темно-розовый дальше третий оттенок ярко-розовый красный насколько он приближен персиковый коралловый эх хочу хочу их малиновый бордовый и вначале видео просила проголосовать какой из оттенков вам больше всего понравился на мне он будет виднее со стороны как каждая помада смотрится ну и конечно же напишите пробовали вы такую помаду как вам ощущение на губах как это насколько у вас держится насколько вы распознали эту помаду и научились наносить дозировать вбивать этот нежнейший мозг в общем жду ваших комментариев пишите пожалуйста ну и до новых встреч всем хорошего прекрасного лета цветущего и яркого и быть всегда неотразимой зимой яркой и запоминающейся женщины